Спасет от жары, высушит болото, наполнит воздух целительным ароматом. Эвкалипт называют древом жизни. В Грузии его впервые привезли в конце 30-х годов прошлого века. Ну а позже значительная часть насаждений была уничтожена. И вот теперь на западе страны, в Гурии, стали возрождать эвкалиптовые леса. Тенью пока еще молодых деревьев наслаждался наш корреспондент Михаил Арбакидзе. Погода пасмурная, солнце прячется за облаками, вокруг духота. Температура воздуха под 40, однако здесь, в эвкалиптовой роще, дышится легко. Деревья молодые, но уже дают тень и прохладу. Чувствуется благоухание листьев. Очень трудно за ним ухаживать с самого начала. Знаешь, как ребенка растишь, надо очень осторожно. То есть привьется, не привьется, еще неизвестно, да? Ну вот если он уже вырос, естественно, значит все нормально. Вот политический период, это какого-нибудь было? Это совсем, пока он маленький, где-то месяц, два, три. Телеведущая и публицист Лали Морошкина вместе с друзьями занялась эвкалиптами сравнительно недавно. Ее туристический бизнес в Кахетии, который был прибыльным до начала пандемии, теперь на паузе. Здесь, в Гурии, много работы, но это начинающего плантатора не пугает. Надо работать, потому что пандемия – это пандемия, это данность, которая во всем мире есть. Я думаю, что нам надо подумать, как же мы встречаем зиму. А для того, чтобы встретить зиму, нужно, во-первых, здоровье свое подогнать под нормальное состояние. Я думаю, что вот то, что у меня сейчас есть возможность работать с эвкалиптом, и вот в эвкалиптовой роще, это просто супер. Поливают эвкалипты под вечер, когда солнце в зените, влага быстро испаряется, листья выгорят. Эвкалипт – самое быстро растущее дерево в мире. Этим саженцам всего лишь 4-5 месяцев. Через год они уже станут двухметровыми, через три года – восьмиметровыми. Ну а через 10 лет высота этих небольших кустиков будет превышать высоту десятиэтажного дома. От этой эвкалиптовой плантации до Черного моря минут 15 езды на автомобиле. В Кабулете на популярном курорте после серии дождей установилась ясная и солнечная погода. Осадков синоптики пока не прогнозируют. Так что самое время собирать чемоданы и отправляться на отдых. Михаил Рубакидзе, Вячеслав Мадашвили, Весомик Окишвили, МИР24. О восточной Грузии синоптики прогнозируют ливни и град. Это особенно беспокоит виноградари. Сбор урожая вот-вот начнется, поэтому осадки могут нанести вред плантациям в Лозанской долине.